Сотрудники заводов группы компании «Востокцемент» могут вздохнуть с облегчением. Следственный комитет Российской Федерации частично снял арест банковских счетов компании. А это значит, что тысячи людей, работающих на Спасцементе, Теплоозерском цементном заводе, Юкутцементе, Дробильно-сортировочном и Владивостокском бутащебеночном заводах вовремя получат заработную плату. Также предприятия смогут платить налоги, делать отчисления вовнебюджетные фонды. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяков в ходе визита на Спасцемент, который он посетил в рамках рабочей поездки по краю. Поэтому вопрос имеет особенно острое значение. Я о нем доложил к председателю правительства Адмитрию Анатольевичу Медведеву. Он дал поручение своему аппарату рассмотреть и связаться со всеми структурами с тем, чтобы была обеспечена производственная деятельность. Конечно, мы будем продолжать эту работу с тем, чтобы комбинат работал устойчиво. Все требования судов по взысканию исков налагались на то имущество, на акции, на то, что не представляет угрозы для предприятия. Этому событию предшествовала длительная работа. Представители Восток Цемента обращали Следственный комитет Российской Федерации в органы государственной власти всех уровней. Однако ключевую роль в разблокировке счетов сыграл губернатор Приморья. На встрече с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым Олег Кожемяка обратил внимание премьер-министра на ситуацию, которая сложилась вокруг крупнейшего производственного предприятия Приморья. И главу региона услышали. Хочу сказать и выразить благодарность губернатору, что он обращает внимание на такие моменты. Он понимает, что это люди и судьба большого коллектива, большого коллектива именно жителей Приморского края. Очень приятно, когда он работникам говорил и докладывал ситуацию, как он мешался в данную ситуацию, встречался в Москве и что лед, как говорят, сдвинулся. Несмотря на сдвиги в решении проблемы, ситуация остается крайне напряженной. Ведь разблокировка счетов лишь частичная. Для полноценного функционирования заводов этого явно недостаточно. Так, для производства цемента предприятия закупают доменный шлаг и гипс, запасы которых ограничены. Необходимо вовремя рассчитываться за уголь, тару, электроэнергию, топливо. Арез счетов делает это невозможным. И в целом этот вопрос для Дальнего Востока имеет огромное значение. Мы были непосредственно недавно на ЦСС «Звезда», где строятся сейчас сухие доки под ледоколы, под газовозы, под танкера. И для них этот вопрос сегодня находится в таком тревожном ожидании. Если остановится этот завод, то там есть цикл непрерывного литья этого дока, когда тысячи тонн бетона должны укладываться без перерыва. И сегодня они вынуждены строить бункера, где-то думать, закупать за рубежом цемент. Но это же вещи абсолютно абсурдные при наличии на территории Приморья такого завода. А далее мы должны смотреть, что будет со строительной отраслью. Сейчас продукция «Востокцемента» востребована на всех масштабных стройках Дальнего Востока. Среди них магистральный газопровод «Сила Сибири», третья очередь угольного терминала «Восточный порт», здание школы детских садов, многоквартирные дома в рамках программы «Жилье российской семьи» и многие другие. Коллектив группы компании «Востокцемент» благодарит за содействие и выражает признательность полпреду президента России в ДВФО Юрию Трутневу, губернатору Приморья Олегу Кожемяка и всем тем, кто не остался в стороне и подключился к решению проблемы. Катерина Матвеева, Новости на Восьмом.